тысячелетняя крепость королевский дворец известная тюрьма и все это вместе лондонский тауэр и так мы в лондонском сити который является отдельным городом внутри лондона а лондонский тауэр его главной достопримечательностью сейчас лондонский тауэр это площадь порядка 5 гектар и 20 башен но в оригинале это было вот это здание белая башня звучит немного абсурдно но она была построена норманами в честь их победы над британией в 1066 году высота здания почти 30 метров и в одиннадцатом веке она конечно наводила ужас на лондонцев своими размерами это и помогало держать город страхе и управлять им здесь здание белой башни расположилась оружейная палата вот это доспехи генриха принца уэльского из 1607 это доспехи из 1540 и принадлежат королю генри восьмому они гигантские они действительно хьюч и что-то это интересное внизу антис калифоний это все реально настоящее и это все действительно очень впечатляет здесь еще и часовня внутри белой башни это часовня сент-джонса и ее сохранили в таком первозданном виде без украшений абсолютно пустой как это было в нормандский период в ее первые дни вот это место куда нужно обязательно зайти именно здесь хранятся королевские драгоценности и вот где вы увидите королевские короны мечи посуду для коронации все эти драгоценности принадлежат монарху и они должны быть сохранены для следующего например елизавета вторая не может избавиться от всего этого потому что они должны быть сохранены для ее преемника очень-очень жаль что внутри нельзя делать фото и видеосъемку ооо это безумно красиво так же традиционно как и сама башня это бифитеры это охранники в униформе перевод этого слова поедатель мяса они действительно могли есть биф столько сколько хотели из королевского стола и все они проживают здесь на территории лондонского тауэра со своими семьями вот в этих домах они были здесь веками и всегда сопровождали королей как персональные бодигард и только генри восьмой постановил что некоторые из них будут оставаться охранять башню постоянно и вот они здесь многие думают что это случайные люди одеты в красивые костюмы но не все они бывшие военнослужащие причем с не менее 22 летним стажем офицерским званием и медалью за долголетнюю и безупречную службу и сегодня их роль в первую очередь управлять посетителями помогать показывать дорогу улыбаться позировать проводить экскурсии и поверьте это очень весело профессионально и интересно улыбаться в компании в компании взрослые и в компании улыбаться и в компании в компании и И да, говоря о традициях, я должна рассказать вам о воронах. Здесь есть легенда, что если вороны покинут башню, и башня и королевство падут. Здесь живут 7 воронов, и в прошлом году родились еще 4, большая удача. И специально обученный человек постоянно заботится о них. Да, да, серьезно, это как повелитель воронов. Но на самом деле вороны не уходят, потому что не могут. У них одно летное крыло немного подстрижено, чтобы не дать ему лететь. И в солнечный день они на открытом воздухе, и сегодня нам очень повезло. Все знают лондонский Тауэр как известную тюрьму. И многие думают, что тысячи людей казнены здесь. Но фактически нет, всего 22. И это была своего рода честь быть казненным именно в этом месте. И достойной такой чести были только члены королевской семьи или близкие друзья королевской семьи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Комната пыток Близи 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 Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ